Знаете, трудно найти какого-то комика еще, кроме того, о коме буду говорить, который мог похвастаться вот таким вот совершенно ненормальным сочетанием роскошного черного юмора, совершенно балденного уровня цинизма и редкой наблюдательности. Если учесть, что он писал свои скетчи сам, не пользуясь вроде бы ничьими услугами, то получается совершенно гениальный человек, которого звали Джордж Карлин. Карлин, он человек прошлого века, он родился в 37-м году и прославился он тем, что обильно, не просто обильно, а как сахарной пудрой, просыпал свои выступления мощным совершенно потоком мата. Но вы знаете, я могу сказать одно, что мат в его стендапах, он звучал к месту. И даже когда в 70-м году, после его первого совершенно ненормального выступления на телевидении, когда он вопил факт, шит и прочие мадерфакеры, и на него оскорбленные американцы подали в суд, Судья не счел это оскорбительным, он сказал, что нет, все нормально, все нормально. И Карлин, несмотря на вот эти вот массовые возражения, ну, массовыми это назвать нельзя, но нашлись люди, которые, значит, возражали против него, он пошел вперед, он триумфально шествовал до самого 2008 года. В 2008 году, за 4 месяца до смерти, он выступил последний раз. И скажу я вам, это было и грустно, и забавно, потому что он, видимо, знал, что он умирает. И это его последняя вещь, последний скетч. Кстати, если вы погуглите, можете его и найти, проблем небольших нету. Он был достаточно грустным, этот его скетч. Ну ладно, вернемся к веселому. Значит, Карлин, Джордж Карлин не любил две вещи. Вот он не любил политику и не любил религию. В Бога он, наверное, верил, потому что он был из католической семьи. Но религию он терпеть не мог. И знаменитая его фраза, «Ну зачем мужику на небесах нужны деньги?» И другие его фразы, которые растаскали на цитаты по всему интернету и по очень многим книгам. Но он не только по этому делу гулял. Его скетчи касались всего. Воспитание детей, бизнеса, здоровье. Все, что он вокруг видел, все он облекал в такую язвительную манеру выступления, сдобренную большим количеством мата, всякой там нецензурщины. И вот это он выдавал на гора. И люди слушали. Вы представьте себе, что не было ни одного выступления Карлина, на котором зал не был бы битком забит. Вот. Такой вот был старый хер. Кроме того, он умудрился за свою жизнь еще и в кино отсниматься. Он играл роли в Догме. Он играл старика в фильме Джейма «Молчаливый Боб». Это продолжение Догмы, типа продолжение. Он принял участие в фильмах «Девушки из Джерси». А в «Аристократах» он сыграл самому себе. Скончался он, ему был 71 год. Скончался он, кто говорит, во сне, кто говорит. Там разные идут слухи и разная информация гуляет по интернету. Кто-то говорит, что Карлин умер в больнице, у него была остановка сердца. Кто-то говорит, что Карлин умер у себя дома, во сне, как святой человек. Но по любому случаю мы остались без этого великого человека. И мне искренне жаль. Я вам, если вы с ним не знакомы, я вам искренне советую прогуляться по интернету или тут же по ютюбу и посмотреть его скетчи. Вам понравится. Счастливо!